Цель соглашения – наладить взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Оно предполагает особые условия кредитования и экспорта продукции мордовских аграриев. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Сдунов подчеркнул – в приоритете укрепление экономического и промышленного потенциала региона. Сейчас обороты набирает республика в развитии и сельского хозяйства, и особенно переработки. Конечно, для нас требуется включение в большинство программы. И нам здесь просто необходим крепкий, надежный, проверенный временный финансовый партнер. Денис Константинов, в свою очередь, отметил, что Россельхозбанк индивидуально подходит к работе с каждым регионом. Сейчас перед представителями финансовой организации стоит задача прийти к общему знаменателю с руководством республики. Стратегия развития банка в Мордовии будет готова к концу года. Будем просить вас по возможности включиться в этот процесс, чтобы ваши специалисты, ваши службы посмотрели, что мы в эту стратегию закладываем. Мы, понятно, ориентируемся на те официальные данные, которые есть, те ключевые векторы, которые уже, так сказать, на слуху, которые нам известны. Но если будут появляться какие-то новые направления, чтобы мы обязательно эти направления учили в своей стратегии, их включили. И эта стратегия была, понятно, прозрачна для вас. Вы понимали, что вы действительно банк-партнер, который помогает республике развиваться в тех направлениях, которые вы определили. Речь зашла и о социально-экономической стороне вопроса. В частности, обсуждалось развитие программы «Сельская ипотека в Мордовии». Запланировано также проведение в республике фестиваля фермерских продуктов «Свое». В планах на будущее – расширение территории представительства банка в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова